С днём рождения, друзья! Мы приветствуем всех, кто нас видит и слышит. Сегодня мы продолжаем и завершаем наш музейный онлайн-фестиваль. В третий, заключительный день фестиваля, мы расскажем вам, чем известен музей, что нового появилось в нем за пять прошедших лет с того момента, как состоялся первый юбилей. Также сегодня узнаем победителей и призёров Викторин и познакомимся с музеем будущего. Чем же известен наш музей? В концепции развития музея, разработанной в 2015 году, была представлена новая форма взаимодействия музея и агрофирмы – музейно-педагогическая программа «Путешествие в Агроград». В программе была дана высокая оценка на Международном научно-педагогическом форуме «Образовательная среда музейной педагогики» в 2017 году. Было указано на большую роль агрофирмы в развитии музейной педагогики в условиях села. Директор агрофирмы Николай Викторович Харькин отмечен почётной грамотой Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения. Путешествие в Агроград – часть экскурсионного тура «Один день в Среднеевкино». У нас побывали юные туристы из Микишей, Верхожижемья, других населённых пунктов района, а также из Слободского, Кирова. Агротур вызывает интерес и у взрослых гостей, посещающих наше село. В один из приездов в Среднеевкино музей посетил губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев. Он сделал запись в книге отзывов. Низкий поклон за нервнодушное отношение к малой родине. На основе музейных материалов в течение пяти лет шла работа над книгой «Среднеевкино. Село, в котором хочется жить». Торжественная презентация книги состоялась в Сельском доме культуры. Книга с успехом участвовала в Кировской областной выставке «Вятская книга года-2018». 3 августа 2019 года Среднеевкина отмечала свой юбилейный день рождения – 310 лет. Во время сельского праздника односельчанам и гостям была представлена историческая реконструкция из хроники минувших лет, идея которой принадлежит директору Дома культуры Елене Васильевне Черных. Большое количество предметов старины для реконструкции было взято из фондов музея. Интересную идею домашнего музея «Мамина комната» предложила библиотекарь Галина Леонидовна Комарова. Проект использования такого музея в работе с детьми разработала Блинова Елизавета, будучи ученицей 10 класса. Лиза стала победителем в финале всероссийского конкурса среди активистов школьного музейного движения в номинации «Семейный музей». Общей заслугой всех, кто причастен к нашему музею, является присвоение звания «Образцовый школьный музей Кировской области». В 2016 году это звание присвоено на постоянной основе. На протяжении трех лет на базе музея проводилась опытная экспериментальная работа. Шел педагогический эксперимент по теме диссертации «Формирование гражданской идентичности сельских школьников в музейно-педагогической деятельности». Эксперимент имел положительные результаты. Защита диссертации прошла успешно. В сентябре 2016 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации проводило конкурс «Моя земля – Россия». Журналист ГТРК «Авятка» Наталья Зорина подготовила радиопередачу «Музей для любимого села» о нашем музее и стала призером. Передача транслировалась во многих регионах страны. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Эфир «Радио России» продолжает цикл передач, посвященных 80-летию образования Кировской области и 220-летию образования Вятского края. У микрофона Наталья Зорина. Сегодня в Кировской области работает 99 школьных музеев. В середине марта три лучших из них были представлены в Москве. «Радио России» определили их в ходе регионального этапа Всероссийского смотра конкурса, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня я расскажу вам об одном из этих музеев. Вообще-то он не совсем школьный. Это музей истории села Среднеевкино. В этом году ему исполнилось 12 лет. Не так много, скажете вы. Верно, музей еще пока молодой. Но посетив его, вы ощутите настоящий дух истории. Истории малой родины. Само село Среднеевкино – это уникальный и живописный уголок Вятского края. А как любят родное село его жители. Каждого, кто приезжает сюда в гости, сразу ведут в музей, где история малой родины представлена от истоков до наших дней. А любим музей среднеевкинцами еще и потому, что каждый в его создание внес свою лепту. Рассказывает руководитель музея истории села Среднеевкино Светлана Огородникова. Наш музей необычный, уникальный. Он создавался всем миром. Но главную роль в его появлении и развитии сыграла наша агрофирма. Мы сотрудничаем с агрофирмой с самого начала, с самого момента создания. В этом году мы запустили новую программу «Путешествие в Агроград». Ее главная задача, цель этой программы способствовать приобщению наших ребят к осознанию себя сельскими тружениками, представителями сельского сообщества. И мы во время этой программы проводим занятия как на объектах агрофирмы, так и в залах музея. И одно из занятий, например, посвящено было в этом году трудовым династиям. Инициатором создания музея и его меценатом стал директор агрофирмы Среднеевкина Николай Харькин. Он сам не только коренной житель этого села, но и потомок династии. Николай Викторович с детства усвоил истину. Без знания истории своей малой родины невозможна любовь и к своей стране. Потому к истории села он приобщает даже самых юных среднеевкинцев. Уже в детском саду малышам дают задание подготовиться и рассказать о своих мамах и папах, бабушках и дедушках. И ребята трех-четырех лет с удовольствием повествуют о своих семьях. Часто малыши приходят на экскурсию как на площадке агрофирмы, на фермы, в цеха механизаторов, так и в музей. Это очень важно – научить гордиться своим селом уже с малых лет, уверен Николай Харькин. Дети должны знать, где их родители работают, чем они занимаются. Они должны гордиться родителям и в будущем. Сейчас они детский сад, затем они в школе. И все равно в деревне живет одной семьей, чтобы это в семье было взаимопонимание. Вот я свою работу выстраиваю на социальный вопрос. Потому что технологические дойка вовремя, чтобы механизаторы на хороших тракторах работали – это одно. Но для того, чтобы здесь молодые люди работали, чтобы они понимали, что у них дети пойдут в хороший детский сад, где специалисты работают, в школу. Соответственно, я свою выстраиваю работу именно на социальный, в основную упор на социальный вопрос. Это, конечно, дорогостоящее, это требует больших затрат. Но мы решили в коллективе, что мы на это идем и получаем практически результат с того. В музее принцип – трогать руками можно все. Он поистине народный. Создать его мечтали с 1948 года. Но лишь через полвека был написан проект, его представили на всероссийском конкурсе и получили медаль Януша Корчика. После этого идею начали воплощать, говорит директор музея Светлана Огородникова. Мы проводили целые этнографические экспедиции по деревням. Мы объявили конкурс среди детей и учителей и родителей, самый уникальный экспонат. Здесь у нас буквально был вал этих предметов, и мы имели возможность делать отбор. Мы их летом по всей территории нашего школьного двора раскладывали, мыли, сушили. В музее практически каждый день проходят экскурсии, уроки. Ребята и взрослые делают и научные доклады, и представляют музыкальные композиции. Вот, например, один из музейных проектов семьи Возисовых. В начале мая на районном фестивале проектных и исследовательских работ «Дорогой открытий» они представили музыкально-поэтическую постановку «Береза – символ России». Младший из семьи, пятиклассник Степа, продемонстрировал фрагменты экскурсии, посвященной березе. Белый цвет спасает березу и от солнечных лучей, и от зимних морозов. Береза – дерево лекарей. Для листочки используют незашевеляющие пластыри при ранах и ожогах. Ее почки используют в народной медицине. Также лечебным средством является березовый сорт. Почти вся домашняя утварь делалась из березы. Корзины, плетеные корова, кошки. Из берез тымы стирая изготавливают бураки. В такой посуде, словно в термосе, вода не замерзает даже в самый трескучий мороз. Степу поддержали родители – Наталья Валентиновна и Сергей Семенович, а также брат Семен – музыкальными номерами. И тоже про березы. Я брел наугад по весенним протокам, И Родина щедро боила меня. Березовым соком, березовым соком, И Родина щедро боила меня. Березовым соком, березовым соком. Зрители познакомились с предметами, изготовленными участниками проекта «Из бересты березы» – шаркунком и ложками. А потом с удовольствием подпевали артистам одну из своих любимых песен про самое русское дерево. Отчего так в России березы шумят, Отчего хорошо так гармошка играет, Пальцы ветром под кнопочком раз пролетят, А последняя, эх, западает. Совсем недавно в клубе интересных встреч Музей принимал Виктора Крутихина. Для старшеклассников провели экскурсию «Человек, объездивший весь мир». Ребята узнали, что Виктор Михайлович – выпускник Средней Ивкинской школы 1980 года. Он объехал многие страны мира, участвуя в международных лыжных марафонах. Стал мастером спорта, получил золотую медаль «Мастер международных марафонов». Во время беседы Виктор Крутихин рассказал о себе, о своем детстве, об увлечении лыжами. Школьники с интересом рассматривали награды знаменитого земляка-лыжника. Вообще спортивными наградами в селе гордятся, а символы Олимпиады приносят на хранение и всеобщее обозрение в музей. Директор агрофирмы Николай Харькин был факелоносцем предстоящей тогда Олимпиады в Сочи. Исторический факел выкупил и подарил музею. А семья 11-классницы Юлии Жеребцовой также передала музею села другой атрибут стартов четырехлетия. В прошлом году мой папа ездил в Сочи на Олимпиаду со специальным флагом, который он заказал, для того, чтобы туда съездить и показать наше село. Привез с собой билеты, где написано, на какие соревнования он ходил, и также символы Олимпиады, которые стали нашей семейной реликвией. И еще здесь есть одна награда, которой особенно гордятся селяне. У меня в руках серебряная медаль ВДНХ. Этой медали была удостоена агрофирма в прошлом году за то, насколько агрофирма вкладывается в социальную сферу. И семейные реликвии, и дорогие сердцу награды, современные и старинные вещи до сих пор несут в школьный музей со всей окрестности, с гордостью говорит Светлана Огородникова. Сейчас, зная, что музей такой есть, нам дарят экспонаты. Экспонаты очень ценные. Вот в прошлом году, например, было такое очень большое поступление ценных вещей, старинных. Мы их рекламируем, стараемся отмечать наших дарителей. Ну, то есть вот работа идет, продолжается. Музей экспонатами продолжает пополняться. Нас это очень радует. С предметами старины соседствует их современное собратье. По словам экскурсоводов, которые учатся в соседней школе, экспонаты для выставки собирали всем селом. Поэтому здесь все настоящее. От книг, которые уже изрядно потрепало время, до старинной мебели. Потому самые любимые уроки для школьников – уроки музейные, говорит ученица 11 класса Наталья Блинова. Наглядность очень помогает. И вообще даже можно почувствовать иногда через предметы, как люди жили, например, или как солдаты воевали. Вот, например, их пища, как они питались. Очень интересно. Здесь проводятся не только уроки истории. Например, урок иностранного языка. Так, изучая немецкий, ребята угадывали голоса птиц и знакомились с немецкими поговорками о малой родине. Коллективно читали стихи о родной стороне на немецком языке. Основной частью урока стала ролевая игра «Иностранные гости в нашем музее», во время которой прозвучали фрагменты экскурсии о природе родного края, сопровождавшиеся переводом и вопросами иностранцев. А на английском языке представляли агрофирму и его руководителя. С 2000 года Николай Викторович является директором акционерного общества агрофирмы Среднеевкина. Синць 2000 Николай Викторович Он посетил многие регионы России – Польшу, Германию, Францию, Голландию, США и Китай. Он посетил многие регионы России – Польшу, Германию, Францию, Голландию, США и другие страны. Он имеет много наград. Среди них есть Орден за заслуги перед Отечеством и медаль «Профессионал России». Николай Викторович has got a lot of a lot. А в завершении передачи не могу не сказать, что 25 июля здесь традиционно проводится День села Среднеевкино. Запомнили дату? Чем не повод побывать там и самим увидеть уникальный музей истории села Среднеевкино? У микрофона с вами была Наталья Зорина. Всего вам доброго! Внимание! Наступил момент итогов викторины. Участники очень старались. И пусть не все, кто начинал отвечать на вопросы, довели это дело до завершения. Важным итогом является то, что отвечавшие на вопросы познакомились с сайтом музея, обратились к книге о нашем селе, узнали о музее новые факты. Это была главная цель организаторов викторины. Эксперты решили, что все, кто дошел до конца по вопросам викторины, будут только победителями, даже не призерами. Уважаемые победители викторины, вас ждут призы в День села! Часть ответов на вопросы викторины вы уже услышали на нашем фестивале. Предлагаем познакомиться с теми, которые еще не прозвучали. Открытие музея в Среднивкино состоялось 9 мая 2005 года в связи с 60-летием Великой Победы. Музейное помещение занимает 159 квадратных метров. Экспозиционные залы в музее имеют название «Природно-исторический», «Советский», «От коммунный» до «Агрофирма». В фондах музея находится более 1500 музейных предметов. В 2006 году впервые был проведен День музея. Экскурсия «Человек, который сделал себя сам» посвящается директору агрофирмы Николаю Викторовичу Харкину. Моя родная деревня Сутяга в начале 3-го тысячелетия исследование, которое выполнил под руководством Конышева Татьяны Анатольевны нынешний глава сельской администрации Александр Геннадьевич Протасов, когда учился в школе. В китре полковника медицинской службы музея появился благодаря директору Института русской литературы Российской академии наук Валентину Владимировичу Головину. Экскурсия Овозисова Степана называется «Береза – символ России». Имеет форму экскурсии и концертов. Выпускник 2011 года Новокшонов Николай проводил экскурсии в течение всего школьного периода, начиная с 3-го класса. Ткацкий стан в собранном виде появился в музее благодаря любовь Аркадьевне Журавлевой и ее маме Татьяне Павловне Поповой. В музее находится олимпийский факел, подаренный участникам олимпийского пробега. Подготовленная экскурсия о поездке средней в концептную олимпиаду. Музей в день своей свадьбы посещали Попцовы Александр и Елена, Шараповы Роман и Татьяна. Вот такие ответы к вопросам викторины. В преддверии юбилея было также предложено выполнить творческую работу, каким я вижу музей будущего. О музейном будущем помечтала ученица 6-го класса Алена Бажина. Она представила музей в форме песочных часов, которые будут символизировать время. Внутри музея будет 100 залов на четырех этажах. С посетителями будут общаться роботы-экскурсоводы. Ученица 9-го класса Милокумова Анастасия представила, что в музее будущего для посетителей все экспонаты будут оживать с помощью 3D-очков. Выпускница 2015 года Екатерина Блинова пожелала музею продолжать жить, внедрять современные технологии, а самое главное продолжать наполнять положительными эмоциями тех, кто приходит в музей. Учитель русского языка и литературы Елена Петровна Суворова предложила 7 идей, касающихся будущего музея. Например, создать архив видеоэкскурсий, организовать встречи у бабы Нюры за столом в самоварах с Вятским Говорком. Галина Леонидовна Комарова считает, что будет интересно создавать на основе нашего музея мини-музеи. Вышит их картин рукодельниц, печных или кузнечных дел, деревенский колодец. Как вы считаете, такое возможно? Ну вот и подходит к концу наш музейный онлайн-фестиваль. Мы рассказали о некоторых значимых событиях в жизни музея. Но это еще не все. Есть много другого, чем живет музей. Это и ставшая традицией встреча учителей-ветеранов музея 1 сентября. Это дни и недели музея. Это многочисленные гости из разных мест и представления музея на различных конференциях и форумах. А пока мы говорим вам до свидания. Спасибо, что были с нами. До следующего юбилея музея Сула Средневки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok